Света и Андрея Она сказала какую-то вещь, через которую я проходил, и именно почти такую же. Поделись немножко сейчас. Мы давно хотели поделиться еще, как пришли сюда, но как-то новые люди не решались. И это когда Андрей в прошлое воскресенье это сказал, как с ихним ребенком было. У нас было то же самое. Я была беременна где-то около пяти месяцев, и моим сыном, и нам сделали ультрасаун. И сказали, что у него будет болезнь Дауна. И это был вообще шок, когда ты ходишь в Боге, и что-то такое тебе говорят, что думаешь, Боже мой, почему это происходит? И мы как бы, Андрей уехал на Украину тогда на месяц, и я осталась одна со всеми страхами, и со всеми молитвами, и все. И как бы я искала слово от Бога в своей церкви, где я была у лебедя, и я не находила этого, и как бы внутри мне страхи отдалевали меня. И я искала Бога, и я пришла к своей сестре жить, пока Андрея не было, и мы молились, и она мне дала много проповедей Андреева. И одна из них называлась «Не хорони своего сына». Это было слово, прям как для меня, оно пронзило мое сердце, и я стала держаться за этого слова. Я сказала, какой бы диагноз мне врачи не ставили, я буду стоять, я буду орать, я буду кричать, и мой сын будет совершенно здоровым, потому что семья праведных благословлена будет. Я просто за это слово уцепилась, и я стояла на нем, и когда Андрей возвратился, я ему тоже дала этот диск послушать. Мы молились, и где-то около семи месяцев мне сделали второй ультрасаун, и я спросила, если есть какие перемены, мы уже несколько месяцев как молились. И они сказали, что перемен никаких нет. И я все равно, я не принимала это слово. Однажды я включила радио, и там одна семья свидетельствует, что как бы когда они были прегнанты, ну, вот жена была прегнанты, им ничего не говорили. Ну, когда родился ребенок, он был сдал на болезнь, и она говорит, что как бы это приблизило нас к Богу. Я просто выключила радио, я сказала, я не хочу слушать это, я не хочу, чтобы ребенок приблизил нас к Богу, болезнь этого ребенка. И потом я пела в прославлении почти до восьми месяцев, и я стояла, один раз мне стало очень плохо, и я вышла в комнату, там был диван, я легла, и я стала кричать к Богу. Я сказала, Господь, просто дай мне другое еще слово, утверди меня. И мне пришло, когда я молилась, такое присутствие Божье сильно пришло в комнату, где я была, и пришло с Еремии это место, где говорят, что родители ели кислый виноград, а у детей оскомина будет. И Бог говорит, да не будет больше так, просто это становится, что так оно больше не будет, что каждый человек за себя даст отчет Богу, и за каждый грех как бы с тебя сбросится, а не с детей твоих. И просто я почувствовала, что Бог меня услышал, что с нашим ребенком будет все в порядке. И когда он выходил, это было такое вообще трепетное состояние очень сильно. И когда он вышел совершенно здоровый, я просто возблагодарила Бога за его чудесную силу, за то, что он так любит своих детей, за то, что он слышит нас. И иногда мне приходили, когда я была вот в таком состоянии, еще думала, думаю, вот Бог наказывает за что-то, но дьявол посылает такие мысли, наказывает. Бог не наказывает нас, Бог посылает какие-то ситуации, допускает, я бы сказала, чтобы мы вышли. Я слышала столько много исцелений у других в семьях, а мы уже по 10 лет верующие больше. Бог говорит, тебе уже нужно на этот левел перейти, тебе уже нужно исцелять за кого-то молиться, тебе нужно стоять за что-то. И просто, просто слава Богу, и через эту проповедь, в принципе, мы уже приблизились духом к этой церкви. И постепенно мы оказались здесь, и слава Богу, since we're here, вообще очень много поменялось в нашей жизни. Именно. Спасибо, Светочка, спасибо. Спасибо.